И всем привет, ребят, с вами субботник, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору нашего нового обновленного фреза. Сегодня мы обкатаем его еще и с новым обновленным воспом, посмотрим как работает эта комбинация, насколько сильно изменился фриз. Я уже, если честно, успел даже пострадать от этой замечательной пушки и также вчера на стриме протестировал немножечко фреза с адреналином, но сегодня у нас будет обзор фреза шоковой заморозки, это тот самый фриз, который может полностью остановить противника и при этом заморозить моментально башню противника. Ну и под все это дело мы, конечно же, будем брать сегодня легендарнейший дрон Лавкач, то есть мы берем вот такую комбинацию сверху, я думаю, что можно еще ветеранчика одеть вместо звезды. Ну и вот такую комбину будем выкатывать, хотелось бы, конечно, скатать штурм за атаку, потому что я считаю, что васпа в штурме реализовать лучше всего можно, но так как у нас относительно недавно уже по васпу в штурме был видос, то, наверное, давайте скатаем какую-нибудь дефолтную CTF, попробуем реализовать его там. Ну а вы, если вам подобного рода видеоролики нравятся, не забывайте, во-первых, поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, прямо сейчас такой розыгрыш проходит. Для этого вам нужно установить в настройках игры мой личный текст создателя контента, темпшечку устанавливаете. Дальше заходите в магазин, оформляете покупочку, ну и спускаетесь в описании и заполняете формочку. Так, нас закидывают на хорошую карту, нас закидывают на как раз-таки форест, ну и что касаемо заморозки, то она просто бесшансовая, просто бесшансовая. На шоковой заморозке теперь башню морозит настолько жестко, что ты даже повернуться не сможешь, да, может быть по урону сейчас и не все так гладко, не все так идеально, но посмотрим. Так, башня приваривается, и чел все, и чел полностью хочет разворачиваться под меня, то есть я могу моментальную полную заморозку танка давать, это просто жесть. Это прям очень сильный троллинг оппонента, который работает, а если еще под эту всю тему взять замечательный дрон-подрывник, ой-ой-ой, ну ладно, подрывника мы сегодня брать не будем, но в каче покатаем, но я думаю, что если еще с подрывником, то там можно вообще полностью уносить противника нервы и спокойно контролить ситуацию. Ну и по урону, кстати, не так плохо все летит, но башню морозит прям вообще нереально жестко. То есть я вообще по идее могу даже не полностью сливать оппонента, а просто чуть-чуть подмораживать и как раз-таки уезжать. Вот так вот делать, да, то есть у типа полностью приваривается башня, и для того, чтобы ему повернуться, ему нужно поворачивать корпус, да, и только лишь после того, как он повернет корпус, у него есть возможность что-либо сделать. Но это очень сильный фриз, который, как по мне, ну и такой и должен быть, такой и должен быть, потому что то, что у нас было до этого, это, ну, мягко говоря, супер слабая пушка, которая абсолютно была бесполезна. Вот с таким фризом уже есть интерес играть, есть интерес реализовывать его, ну и возможностей тоже довольно-таки много становится. Так, мы бомбочку вот такую вот кидаем на отходе, чтобы, если что, противник не мог за мной быстро погнаться, но даже при этом он все равно гонится за мной, но мы доставочку вторую уже оформляем. 2-0 ведем, аптечки у меня еще пока что не будет, но тут, походу, тотальный развальчик у нас происходит, и мы довольно легко должны сейчас эту катку выигрывать. Что касаемо самого фриза и шока, то, блин, ну он крут, он реально крут, да, то есть с такой заморозкой, я вот записывал видос, возможно, вы видели, возможно, нет, в описании прикреплю ссылочку. На паладине играл, реализовывал на сандале паладина, и против меня попалась штуковая заморозка, как он мне начал башню приваривать, я такой сразу оп, стопэ, и сразу пошел и взял иммунку от заморозки, потому что бесшансово меня уносили, и я понял, что нет, против такого играть очень и очень больно, и это, наверное, тот случай, когда я впервые за супердолгое время решил в матчмейкинге брать иммунку от заморозки, при том, что это очень быстро все дело работает, ну и торпеда, боже, как она летит, как она летит, еще и с обновленным васпо-бомбой, и с такой лютой заморозкой, вообще васпо-фриз, в принципе, одна из моих любимейших комбинаций вот именно по скорости по торпеде, так еще и когда у тебя такая возможность заморозки на носа хорошего урона, так это вообще просто до свидания, космос в какой-то улетаешь, и мега большое количество урона и неприятностей доставляешь противнику, за 4 минуты у меня 450 очков в этом бою, и это захват флага, то есть если я бы еще бы сверху бы катнул бы штурмик за атаку, ой-ой-ой-ой-ой, что же можно было бы там реализовать, там и бомбочки можно довольно неплохие контентовые поставить, так, ну сейчас я бомбу, конечно, ставлю, тут противника сливают, но все равно это как бы такая больше обманная бомба, но она срабатывает, так, и мы делаем доставочку, нет, не делаем, не делаем, не делаем, пытаются нас переиграть, но мы на заморозке чуть откатываем, так, но все равно меня гаус сливает, тиммейты здесь ничего не сделают, а самое главное, что вот, например, паладин прожал овердрайв, да, и он, например, думает, что у него есть возможность сейва против этого фреза, а у него под овердрайвом нет возможности сейва, то есть я все так же буду ему очень большое количество урона вносить и замораживать ему корпус и башню, но самое главное, конечно, башня, а не корпус, поэтому, в принципе, реализация этого фреза мегаэффективная стала. Я, если честно, после обновы думал, что приз наоборот там что-то поднерфят, да, и сделают его не таким крутым, а когда увидел вот эту вот заморозку с шоковой заморозкой, да, как бы это тавтологично не звучало, но, боже, какая же она сильная, просто когда ты можешь вот так вот приварить типов и сразу же моментально заставляешь противника прожимать аптечки, при том, что эта заморозка работает на очень длительный период времени и очень долго не спадает. Так, ну тут противник походу делает доставку, да, 4-1, ну и тем лучше, наверное, катка, если затянется, то будет хорошо, мне не придется играть еще один бой, а то я думал, что будет быстрая досрочка. Так, ставим вот такую бомбочку под двух противников, шикарная бомба сейчас в работе, если честно. Очень большое количество дэмэджа можно с нее наносить и, в принципе, отрезать зоны, выгодные на карте. Так, ну и у нас противник пытается увозить, мы точно здесь его контрим, возвращаем, фреза привариваем, привариваем, фреза привариваем, башня у него остается в одном положении, наш тиммейт не делает доставку, страхуем, если что, страховочку делаем. Так, ну и вот этого молодого можно также подморозить, подбрить, еще одного тоже тут здесь можно забрать, ну и в какую-то влеталову, оп-оп-оп, хорошо, приварили. Так, васпика здесь мы тоже накрутим, разберем, сверху типа забирать не будем, он нам не интересен. А вот этого, вот этого у вас по Теславода можно было бы забрать, но и ладно, если я уже его приварил, в принципе, он мне особо никаких проблем не сделает. Этого тоже привариваем и быстренько улетаем. Ой-ой-ой, стенку забрал, собрал-забрал, но доставку шестую уже оформил. Неплохо, очень неплохо. 7 минут прошло, при этом мы уже 6-1 ведем и у меня 700 очков, то есть в среднем 100 очков этот васпофриз набирает за 1 минуту, то есть это грубо можно выходить на полторушку, ну если бы, конечно, флагов такое большое количество было бы, такую вот интересную бомбочку ставим. Так, ну и пытаемся улететь, бомба срабатывает с поджогом небольшим. Так, вот сюда, вот так вот аккуратненько, оп-оп-оп, прокатываемся, оп, и доставочка седьмого флага благополучно залетает. Ну просто красиво, очень красиво. 7 доставок, 6000 кристаллов и 790 очков за такую каточку. Ну теперь грех, как говорится, не сыграть штурмик за атаку, поэтому пробуем в него запикивать. Если вдруг меня сейчас сразу штурм за атаку не закинет, то, ну, наверное, давайте тогда сыграем еще одну CTF-очку, еще одну CTF-очку попробуем реализовать с этим фризом. Что касаемо самой пушки, то я думаю, что мы еще будем пробовать тестировать и другие устройства после этого обновления. Но вот шок, это то, что мне приглянулось очень сильно и то, что меня круто порадовало, вот именно, да. То есть я, честно говоря, вот думал, что, ну, знаете, там, типа, бывает, обновы выходят и такой думаешь, ну, такое себе, типа, ничего интересного нету, да. И как бы там, то, что написано там, что вроде как что-то поменялось, что там какая-то заморозка, то ли непонятно вообще, стала она лучше, хуже. Но когда я увидел этого фриза в бою и сам прочувствовал на себе, насколько жестко он меня морозил, да, на как раз-таки сандали, когда я играл на паладине, я просто офигел, думаю, да ну нафиг, куда ты так жестко, Вася, морозишь? И все, я после этого сразу понял 100 пена, мы этого фриза точно тестируем. Так, ну ладно, меня закинули в штурм за деф, поэтому пикаем в CTF-очку. В CTF-очке еще и среднее время ожидания намного меньше, поэтому сейчас запикаемся. И попробуем реализовать контентовую нашу темочку. Так, захват флага, дай-ка мне какую-нибудь хорошую карту, чтобы я был мега рад. Чтобы я был мега рад, какую-нибудь мне хорошую бы карту. И тогда бы пошла бы очень хорошая движуха. У меня еще и 4500 до звонки. Может быть мы еще и новое звание получим. Посмотрим сейчас, куда нас закиднет. Нам, конечно, большие карты особо... Ну не подходят, я бы сказал, наверное. Наверное, так, нас закидывает на Кунгур, где мы еще и проигрываем по счету. Еще и против у нас группа. Наверное, тогда нам лучше ливнуть. И давайте тогда, тогда давайте попробуем регби. Да, то есть если у нас на CTF-очке там есть проблемки, то давайте как раз-таки попробуем реализовать регби. Рэгби. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что нам предлагает матчмейкинг? Ну, блин, ну нам предлагает матчмейкинг с мега плохие карты. Если честно. Я не знаю, как я здесь на вас по фрезе буду что-то реализовывать. Я, честно, фиг его знает, как тут возить. По ощущениям это вообще габельная темка. Да, на вас по фрезе. С фрезом на шоке. Ну, конечно, можно пробовать что-то тут давать. Но она супер открытая карта. И что-то мне подсказывает, что это прям лютая бесшансовщина. Прям лютая бесшансовщина. Вот именно на закрытых картах такой вас по фрез может показать себя мега круто. Но на таких открытых... Ну, попробуем давайте. Но тут досрочки точно не будет. Поэтому мы минут 15 тут каточку еще будем раскуривать. Поэтому пробуем что-то сделать. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Будем пытаться еще влетать здесь в оппонентов. И как можно больше дамага под этой заморозкой наносить. Вы видите, насколько жестко приваривается башня у Типа. И он даже... Ну, он ничего не может сделать. Но что он может сделать? Он может либо прожать аптеку. Если у него нет аптеки, то все. То есть у него полностью приварена башня. И он ничего абсолютно с этим сделать не может. Еще одного молодого приварили. Аптечку ли будет ли он нажимать, не будет нажимать. А у него аптеки просто нету. Так, ну и главное здесь в этой катке это то, чтобы у нас был саппортинг от тиммейтов. Просто если у нас здесь саппорта от тиммейтов не будет, то боюсь... То боюсь, что у меня здесь тоже особо сильно ничего интересного не получится. Потому что противник будет просто доставлять. А я хоть и буду выигрывать время какое-то для своей команды. Но рано или поздно нам будут приезжать как раз-таки доставочки. Так, Тесла. Тесла меня начинает контрить. И доставку первую оформляет. Две Теслы у противника. Есть там рельса какая-то. Есть Гаус противный. Да. Поэтому тут такое себе, если честно. Может не кисло залететь. Так, Скорпион, Тесла. Скорпион, Тесла и Гаус. Наверное, мне такие резисты лучше всего взять. Так, противники у нас... Есть контактик. Хорошая бомбочка сразу. Бах. Шикарный урон на хорошем расстоянии. Сразу четверых зацепочку делает на эту бомбу. Так, ну и наши тиммейты под доставку играют. Ой-ой-ой, две бомбы. Две бомбы и доставка. Ничего себе. А что мы сейчас еще и выиграем? Может быть, эту катку? Ну, может мы сейчас еще и эту каточку здесь засолим и выиграем? Бэн, ну это было бы очень неплохо. Это было бы очень неплохо, если бы мы такую карту выиграли на такой, ну не самой приятной карте. Но доставку здесь у нас противник еще одну оформляет. Так, что у нас по резисту здесь вообще одето? У меня магнум, рикошет, рельса. Отчего у меня есть рез? У меня есть от рельсы резист. Здесь, я так понимаю, что уже рельс у противника тоже нету. Поэтому, в принципе, наверное, особо такого плюса я с этого не вырулю никакого. От Гаусса мне можно взять рез. От Гаусса, от Теслы. Это рикошета мы оставим. Гаусс от Тесла. Гаусс мне постоянно сводочки оформляет. Гаусс, Тесла. Вот так вот сделаем. Так, ну и будем пробовать борьбу какую-то показывать. Бомба, конечно, шикарно работает. И даже на такой карте у меня есть возможность реализации этой вкусной бомбочки. Так, ну пока у меня еще 80%. Наш тиммейт уже еще одну бомбу реализует. У Хантера есть овердрайв. Вжимать он не успевает. На подборе играем. Так, и пробуем, 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 пробуем. В доставочку, в доставочку, в доставочку, в доставочку, в доставочку, в доставочку. Шикарно. Есть контактик. Это я еще и без утяжеления. Можно было бы еще с утяжелением, если бы я был бы. Ну ладно, у меня просто ловкач. И мне лучше брать как раз таки иммунитет от заморозочки. Чтоб у меня был. Так, еще один полет Феникса. Оформляет Хоппер. Ну блин, он бесшансово ставит. Вот эти вот прыжки, конечно, его работают великолепно. При том, что он походу даже на Хоппере, на клавиатуре играет. Так, еще один мяч появляется на центре. Попробуем чуть выждать тайминг. Чтобы подлететь как раз таки к мячу, который будет уже снизу. И попробовать воткнуть вкусную бомбу. Вот такую вот. И теперь резкую доставочку сюда. Еще и с уничтожением всех противников. Но это идеальный был тайминг. Просто идеальнейший тайминг на подбор. И доставку третьего мяча я оформляю. Хорошо. Так. Что мы делаем дальше? Есть ли у меня какая-то возможность еще? Чуть-чуть на подморозочку. Чуть-чуть на подморозочку. Но паладин подбирает. И походу... Да, походу, к сожалению, это доставка. 3-4. Ладно. Овердрайв падает на центре. Противник сейвит овердрайв под своего тиммейта. Так, ну а мы через просто широкую подморозку. Морозим одного, морозим второго. Но меня здесь все равно сливает гаусс. Подбор делает кто? Хантер. Хорошо даже, наверное, что он делает подборчик. Так, Тесла прожимается. Хантер Оудик жмет. Так, ну и я здесь... Нет, подбора никакого не будет. И походу паладин делает еще одну доставку. Борьбу, конечно, мы показываем хорошую. Соло-борьбу, я бы сказал. Чисто соло-борьба. Но все равно, как говорится, один одному в такой катке... Ну, на такой карте, по крайней мере, сделать что-то сложно. Так, 400 очков у нас уже есть. Пытается паладин влететь еще с одной доставкой. У нас 87% овердрайва. Так, раздают мне криты. Не понял, у шоковой заморозки теперь критов нету? Серьезно? У шоковой заморозки нет критов? А мне кажется, что раньше у шоковой заморозки криты были. Ничего себе. Так, паладин. Хопер. Хопер влеталого. Бомбочка. Хорошая бомбочка. Сразу рабочая. Еще и противник ставит свою бомбу, чтобы она у него взорвалась. Не к чему. Просто это была поставлена бомбочка. Так, ну и попробуем теперь как-то вырулить всю эту ситуацию. Забайтить хопера на прожатие. Забайтить хопера на прожатие. А, здесь еще и паладин вражеский уже берет иммунитет. Ну да. Иммунитет от заморозки теперь становится, ну, наверное, той вещью, которую будут брать игроки в матчмейкинге. Потому что это, ну, как минимум, очень неприятно, да. Когда тебе просто тип влетает. Ой, шикарная бомба от тиммейта. Просто шикарная бомба. И мы влетаем в доставочку. Шикарную четвертую доставочку реализуем за счет как раз-таки нашего тиммейта. Ну, вот как минимум два. И два вас помогут делать уже такую грязючку в бою. Так, 5-4. Попробуем камбэкнуть. У меня 85% овердрайва. Паладин, конечно, с иммункой от заморозки теперь это уже, ну, такая довольно противная вещь. Которую я, если честно, ничем уже контрить не могу. И у него уже появляются возможности намного больше на доставку. Но если бы это был бы, например, какой-нибудь обычный матчмейкинговый бой. Я бы играл бы на фризе бы. А потом бы переодевался. То я думаю, что я бы просто взял бы, поменял бы вооружение. Да. И взял бы что-нибудь поинтересней, поактуальней. И спокойно. Ой-ой-ой. Блин, не успел даже бомбу нажать. Но это была возможность, кстати, на доставку. Если бы мне просто статус эффект здесь не залетел. Так, урон, 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 ребяточки. Ну, что вы так даете? Доставки-то простые сделать оппоненту. Здесь можно было вообще не давать доставку сделать. Можно было разруливать ситуацию в свою пользу. Но это 4-6. 4-6. 8 минут до конца. Ой, 7 минут до конца. Так, попробовать вот на этом подборе сыграть. У Хантера, надеюсь, овердрайва нету. Есть у него овердрайв, к сожалению. Выжимает он его. Ну, и это бесшансовое для меня. Если бы, конечно, здесь прожималового бы не было бы, то, может быть, какие-то бы дополнительные бы шансы у меня бы появились. Ну, а так, в целом, что я могу сказать? ВАЗП работает. Круто работает. Фриз шоком работает до той степени, что противник начинает брать иммунитеты. А это значит, что это очень хорошая контра. Ну, и, наконец-то, фриз начинает плюс-минус баланситься с жигой. Поэтому попробуйте, покатайте. Напишите, что вы думаете по поводу этого фриза. Я бы сказал, что он становится играбельным. Ну, и сама шоковая заморозка стала намного-намного интереснее. Какое бы устройство вы бы хотели, чтобы я бы еще протестировал из устройств на фриза? Напишите в комментариях. Поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и, конечно же, не забывайте про розыгрыш на 20... Не на 20... На 30 тысяч танкоинов. На 2 миллиона кристаллов. По моему личному тегу. Здесь в настройках. МПшечку устанавливаете. Дальше оформляете покупочку в магазине. Ну, и заполняете форму, которая есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.